Вчера мы говорили с вами немножечко о первой половине дня, Вячеслав Григорьевич обсуждал тему пищевой непереносимости. Сегодня Елена Юрьевна рассказала нам частный случай пищевой непереносимости, касающийся целиакии. И как вообще можно диагностировать, и вообще можно ли ее диагностировать, эту пищевую непереносимость, какие клинические проявления возможны. Вот этому будет посвящен и мой доклад, и доклады моих коллег, которые будут последующими. Значит, термин пищевой непереносимости был придуман американцем доктором Гербертом Ринкелем еще в 1934 году. Понятие пищевая непереносимость намного шире понятия пищевой аллергии. По разным источникам даются разные цифры. В зависимости от региона эти цифры могут достигать 80%. Но могут быть и 30%. Она может быть обусловлена не только классической алиментарной аллергией, но и заболеваниями пищеварительного канала, энзимопатимой, психогенными факторами, особенностями пищевых продуктов и веществ, входящими в них. То есть есть данные, что, например, употребление определенных сортов пшеницы, например, с учетом ее выращивания, в Америке вызывает значительно больше процент непереносимости пшеницы, чем в странах Европы. То есть это все документальные данные. И очень важно, что мы едим с вами, да, и где это произрастает, при каких условиях. Следующий слайд. Что же такое пищевая непереносимость? То есть существует общепризнанное понятие, это любая негативная реакция на продукты питания, обусловленная неспособностью усваивать организм либо этих продуктов, либо некоторых их составляющих, входящих в состав. Не обязательно всего продукта. Ну, в частности, это касается глютена, например, как вот то, что мы уже разбирали. Следующий слайд. Еще единой классификации общепризнанной, которую бы можно было бы охарактеризовать, как наиболее подходящей, не существует. Мы же пользуемся той, которая еще была признана в 2000 году. Я думаю, что со временем она будет пересматриваться. Но основные моменты – это синдром негербетичного кишечника, пищевая непереносимость, возникающая вследствие дефицита пищеварительных ферментов, замедление или недостаточных механизмов детоксикации, психогенная, инвалютивный вариант и псевдоаллергическая или истинная пищевая непереносимость. Следующий слайд. С учетом этой классификации можно разделить всего лишь на три группы, которые мы можем выделять с вами у наших пациентов. Первая группа – так называемые предсказуемые реакции на продукты. То есть неблагоприятные эффекты возникают в любом случае, хотя могут быть индивидуальные различия восприимчивости следующих продуктов. Например, наш глютен, непереносимость, так называемая целиакия, лектины и фетогемоглютинины, которые входят в состав бобовых, орехов, злаков, вызывают боль в животе и диарею. Грибы могут вызывать диспепсию, слюноотечение, диарею, поражение центральной нервной системы, почек и печени. Кофеин, о котором мы уже говорили вчера и сегодня, когда у человека есть невосприимчивость к кофеину, может возникать после выпитого двух чашек крепкого кофе, боль в животе, диспепсия, сильное возбуждение центральной нервной системы и тахикардия. В принципе, клинически ваши пациенты будут говорить, я не могу пить кофе, потому что у меня возникает сильная тахикардия. Если в момент этого приступа мы снимем электрокардиограмму, будет отмечаться только лишь синусовая аритмия тахикардия. Никаких других нарушений ритма в принципе не должно быть, но тем не менее такие жалобы могут наблюдаться. MSG это добавки, так называемый синдром китайского ресторана. Когда человек посещает китайский ресторан, он съедая продукты, содержащие MSG, он будет в момент употребления или через какое-то непродолжительное время отмечать выраженное покраснение лица, потливость, тремор рук и дискомфорт общеклинический. После исключения данных продуктов или соусов все эти симптомы проходят. Естественно, и слабительные. Вазоактивные амины, например, вы знаете, может быть реакция на сырый, на шоколад. Они входят в состав колбасы, сосисок. Они могут вызывать как варианты депрессию, мигрень и в том числе снижение давления. Бактерии энтеротоксины могут провоцировать острую диарею, диспепсию. Ну и ингибиторы моноаминоксидаз, которые следует избегать в таких продуктах, как те же сыры, дрожжи, маринады, рассолы, красные вина, которые провоцируют головную боль и гипертензию. Ведь очень часто ваши пациенты могут говорить, выпив бокал красного вина, я ощущаю резкое покраснение лица или появление красных пятен. Это как раз может быть частный вариант реакции на данные компоненты. Вторая группа – врожденные или приобретенные нарушения метаболизма. Симптомы возникают после приема продуктов, которые у большинства людей не вызвали бы неблагоприятных эффектов в виде. Синдром амалябсорбции, в частности, непереносимость лактозы, фруктозы, галактозы, сахарозы и других компонентов. Ну вот сегодня мы с вами будем разбирать частный случай непереносимости фруктозы более подробно. Синдром мальдегестии, дефицит панкреатических ферментов и кишечных дисахаридаз, метаболических нарушений, связанных с ферментативным дефицитом усвоения фруктозы, первичным или вторичным дефектом образования мочевины и биохимические нарушения восстановительного эквивалента. Следующий слайд. И третья группа – особые реакции, механизмы непереносимые остаются неясными, но при этом происходит безъявное участие иммунной системы, то есть не иммунологические процессы. Ну и такой классический пример – синдром раздраженного кишечника. И псевдопищевая психогенная аллергия, что на сегодняшний день, и вчера аллерголог нам немножечко осветил психогенную крапивницу. Значит, в состоянии, когда пациент ошибочно убежден, что он или она имеют аллергию к специфическим определенным продуктам питания, что встречается у лиц с синдромом хронической усталости, лиц с депрессиями и психосоматическими заболеваниями. Следующий слайд. И хронологию методов обследования. Мы можем говорить, что начало было положено в 1930 году, в прошлом столетии, когда пытались при помощи лейкоцитопенического индекса, КУК и ВОО, поставить какие-то уже эксперименты. Но, к сожалению, они не дали желаемых результатов. И наиболее прогрессивные методики, которые начали свое шествие в мир науки и в диагностику пищевой непереносимости, начались 1980 года, когда был придуман антиген лейкоцитарный клеточный антитильный тест, который делался у нас тоже на Украине. Но со временем мы начали работать с новой методикой, которая имеет название ФЭП-тест. Аббревиатура переводится в следующие слайды, там я буду подробно вам рассказывать о нем. И немножечко вернувшись к пищевой непереносимости, синдрому раздраженного кишечника, то заболевание, я думаю, которое встречается довольно-таки часто сейчас в нашей практической деятельности, возможные механизмы, какие могут быть пищевой непереносимостью у пациентов с таким заболеванием. Физиологические усиления нормальной моторики, например, вследствие гастроэректального рефлюкса, ферментативные, забутствующие дисахаридазные, недостаточные случаи генетической предрасположенности или же из различных гастроэнтрологических нарушений. Аллергические, так называемая кишечная астма, психологические отвращения пищи, фармакологические пищи содержат те же фармакологические активные вещества и синдром избыточного бактериального роста или же токсин. Следующий слайд. Продукты, да, всегда всем интересно, какие же продукты лучше исключить этим пациентам, потому что, к сожалению, не все могут себе позволить сделать тот или иной анализ, диагностические исследования в связи с стоимостью, в связи с сложностью проведения, не может приехать, например, в Киев, потому что он делается только в Киеве. Продукты наиболее часто упоминаемые. На первом месте злаки, причем как глютен содержащий, ну в основном глютен, да, содержащий, мы видим с вами это пшеница, рожь и овес, молочные продукты, кофеин содержащие продукты, яйца, алкоголь, мясо, фрукты, овощи и орехи. Ну из мяса, это курятина, на удивление, да, то, что мы всегда рекомендуем диетический продукт, говядина и аж на последнем месте свинина, цитрусовые, яблоки и бананы. Из овощей лук и картофель, которые очень распространены в нашем регионе, то, что мы, в принципе, практически все время добавляем и в супы, и в какие-то горячие блюда. Многие из них содержат высокие концентрации салицилатов, аминов, глутаминов, чья фармалкогическая активность связана с гастроэнтерологическими симптомами, что помогает объяснить некоторые симптомы, возникающие после употребления этих продуктов. Следующий слайд. Ну и возвращаясь к нашему тесту, FET-тест, он переводится как Food Environment Drug Test, то есть реакция на продукты питания, компоненты окружающей среды, то, что мы планируем в дальнейшем диагностировать, пока мы занимаемся только лишь продуктами питания, ну и драксы, это лекарственные препараты. Хочу рассказать об одном исследовании, одно из небольших исследований, которое было проведено у нас в институте. Мы взяли скрининг 60 пациентов, средний возраст которых был, вы видите, молодого возраста, молодых людей. Женщины входило, ну практически одинаковое количество, делали акцент на индекс массы тела, который мы видим выше, чем норма, выше 24. Всем пациентам была определена пищевая непереносимость, а также были проведены в динамике антропометрические исследования. И мы получили, следующий слайд, диагностировали также заболевания у пациентов на фоне избыточного веса и ожирения, какие были в наших группах. Значит, ожирение разных стадий, артериальная гипертензия, сахарные диабеттерового типа, функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника и атопический дерматит. Следующий слайд. Очень интересно, что основные симптомы синдрома пациентов с пищевой непереносимостью в динамическом наблюдении на фоне соблюдения элиминационной диеты при помощи фет-теста, мы видим, насколько позитивными были результаты в течение полугода. То есть мы видим динамику снижения веса почти более чем в 2,5 раза. Прекратилось постоянное увеличение веса, что очень беспокоило женщин. Головная боль, да, мы видим, насколько снизилась. Сонливость после еды, апатия, слабость, вздутие живота. То есть с 82% снизилась, ну, считайте, в 4 раза. Гастроэнтерологические симптомы, такие как изжога, тошнота, расстройство стула, кожные проблемы. Мы вот очень часто к нам приходят с жалобами на высыпание на кожу, не всегда аллергического характера, и кожный зуд. Мы тоже видим положительную динамику. Следующий слайд. Ну и вот показательно как раз на этом слайде, что преобладало у наших пациентов избыточная масса тела и ожирение разной степени. Следующий слайд. Особенности пищевого поведения. На основе тщательно собранного пищевого анамнеза, и у нас каждый пациент заполняет определенную анкету, мы с ними общаемся. Это такой особый подход к ним. Это очень важно. Было установлено, что пациенты сами регулярно, подсознательно включают в свой рацион продукты, к которым отмечается реакция пищевой непереносимости. Резко отмена продукты может вызывать состояние близкого синдрому отмена. Это головная боль. Гриппоподобное состояние, ломота в суставах, причем независимо от возраста. Это может быть и молодой возраст, и может быть средний, и ближе к пожилому возрасту. То есть, несмотря на то, что наше исследование в данном докладе представлено среди молодых людей. То есть эти синдромы не были определены определенным возрастом. В основном это касалось процента тех продуктов, на которые была непереносимость. Чем больше непереносимых продуктов было исключено, тем выражением был синдром отмены. Например, пациентка с пищевой непереносимостью молока испытывала мигрень в те дни, когда не употребляла молока на завтрак, как обычно. В то же время постоянное употребление таких продуктов продолжает вызывать характерные симптомы пищевой непереносимости. То есть, если недостаточно длительное время исключали из рациона продукты, например, пациент решил пойти в гости, ну и решил попробовать через полтора месяца. Тогда синдром введения несвоевременного, можно так сказать, проявлялся выженными клиническими симптомами, болями в животе, вплоть до рвоты и тошноты, послаблением стула. То есть, у каждого там была разная симптоматика. То есть, и на разные периоды времени, конечно, мы определяем по выраженности степени пищевой непереносимости исключение из рациона тех или иных продуктов. Следующий слайд. Ну, соотношение данных, анамнеза, результатов теста. Вот как раз очень показательно. Да, продукты, которым пациенты испытывают в лечении. То есть, они всегда расстроены, получив результаты, потому что это больше половины. Следующий слайд, любимых продуктов. Вот очень хороший слайд. Это то, что мы исследовали у наших групп. Значит, основные группы продуктов питания, продукты из них, которые наиболее часто определялись у данной категории пациентов непереносимость. Мы видим, да, молочные продукты, о которых мы с вами говорили. Но мы берем не здоровых людей, а все-таки с определенной патологией. Вот, с избыточным весом. Нет, пока не перелистываем. Ну, то, что мы видим, кроме этого, и мясные продукты, и яйца, и напитки, да, и овощи, и орехи, и дрожжи, между прочим. И зерновые, где на первом месте у нас и ячмень, и кукуруза была выявлена у данной группы. Значит, фрукты, морепродукты, приправы и специи составляли небольшой процент на фоне предыдущих продуктов. Следующий слайд. И более так, показательно мы видим, да, процентное содержание тех или иных продуктов, которые не переносили. Следующий слайд. Выводы. Пищевая непереносимость является часто встречаемостью, но редко диагностируемым в клинике внутренних болезней состоянием. Гастроэнтерологические симптомы являются одним из наиболее частых проявлений пищевой непереносимости, которые нередко обуславливают ошибочный диагноз. Практические врачи должны помнить о пищевой непереносимости и знать их проявление, современную диагностику и лечение. Симптомы, наиболее часто встречающиеся патологии у пациентов с пищевой непереносимостью, это избыточный вес, артериальная гипертензия, ожирение, сахарный диабет, функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженного кишечника, атопический дерматит уменьшают свое проявление, если пациенты придерживаются элиминационной диеты, и мы проводим коррекцию лечения основных заболеваний. Если это артериальная гипертензия, мы снижаем дозы гипотензивных препаратов на фоне, естественно, улучшения клинической симптоматики. А при гастроэнтерологической патологии, ну и раз мы отказываемся от целого ряда препаратов. Спасибо большое за внимание.